То, что сегодня будет звучать, это не как метод, скорее это принцип, принцип того, как быть в победе. Или мы сегодня увидим, почему иногда люди проигрывают, какая причина этого, и можно ли находиться в победе постоянно. Итак, ключ к победе называется послание. Я кратко помолюсь. Отец, пусть слово, которое будет сегодня звучать здесь, пусть оно станет ответом для нас, или пусть оно станет откровением для нас. Во имя Иисуса. Аминь. Матфея 15 глава, здесь есть кое-что очень важное. Затем, это с первого стиха, но я буду выборочно читать. Затем пришли к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учители закона и сказали, почему твои ученики нарушают обычаи наших предков? Они не омывают рук перед едой. Иисус подозвал к себе народ и сказал, выслушайтесь и постарайтесь понять. Не то, что входит в человека через рот, делает его нечистым. Нечистым человека делает то, что исходит из его уст. Петр же спросил, объясни нам эту притчу. И так и вы тоже до сих пор не понимаете, спросил Иисус. Неужели вы не понимаете, что все, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон. Но то, что исходит из уст, исходит из сердца. Давайте скажем, из сердца. Исходит из сердца. Это и оскверняет человека, потому что из сердца исходят злые мысли, убийство, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омывает рук перед едой. Сердца. Можно сказать, что, знаете, у всего есть центр. Допустим, в моем городе было такое место. Мы называли это центр города. Как, в принципе, здесь и в Киеве есть. И в центре города всегда... Я из маленького города, очень маленького. Это же поселок городского типа. Там очень плохо со светом. То есть там свет только включается, где есть ларьки. И вот этот центр города, это то место, где есть ларек. И магазин. И там всегда свет. И вот там всегда люди. Потому что там они как бы курят, общаются. Ну, молодежь. И в центре, мы всегда знали, что в центре всегда что-то происходит. Вокруг центра все, всегда все проходит. То есть внутри. Все крутится вокруг центра. Вокруг того, что там происходит. Все мероприятия, которые у нас были. День города. День еще любого другого. Проходил именно в центре города. Потому что центр, это то, вокруг чего вращается город. И можно сказать, что сердце, это наш центр. Это центр нашего естества. Это центр нашей жизни. Сердце, это наш центр. Давайте скажем, сердце, это центр. Это важно понимать. То есть центр является важной частью. К примеру, в семье, где есть дети, дети являются центром семьи. Потому что вокруг них все вращается. То есть они как бы куда-то убежали. Вот там маленькие, вы за ними побежали. Они хотят пить, вы принесли им пить. Жене маленькие. Итак, вот центр. Это центр. У всего есть некий центр. И вот в жизни человека тоже есть центр. Жизнью человека является сердце. Но только не физическое, которое можно у доктора взять, чтобы он вытащил его. А мы говорим за душу. То, что находится внутри нас, сердце. Это является центром. И вот Библия говорит, что этот центр, то, вокруг чего все вращается. Вот то, что попадает в него, и то, что из него исходит, либо оскверняет человека, либо его не оскверняет. Есть еще одно очень важное место. Это притча, четвертая глава. Здесь сказано следующее. Больше всего храни свое сердце, потому что оно источник жизни. В синодальном переводе сказано чуть-чуть глубже. Больше всего хранимого храни свое сердце, потому что оно источник жизни. Итак, мы смотрим и видим взаимосвязь между тем, что говорил Иисус, и между тем, что пишет здесь Соломон. Мы видим, что сердце является неким центром, который важно хранить больше всего хранимого. Мы можем с вами подумать или сделать такую параллель. Представьте, что у вас дома лежит один миллион долларов. Прямо сейчас. Представьте. Вы очень рады, я вижу, да? Хорошая новость. А теперь забудьте эту информацию. Смотрите, кто-то загрустил. Кто-то уже... Нет, ладно, шутка. Представьте, у вас дома лежит один миллион долларов. Он лежит, и он лежит на кухне, на столе, на кухонном. Пусть так и будет для кого-то, хорошо? Не забудьте затянуть так, ибо что... Но, смотрите. Итак, один миллион лежит на столе. И представим, что вы уходите из дому. У вас один миллион на кухне, на столе. Вы будете закрывать дверь? Или, в принципе, нормально? Пусть полежит. Ну, как бы... А кто возьмет? Кому надо? Все мы закрываем дверь. Даже если там нет миллиона долларов. Но если там есть миллион долларов, один миллион, мы возьмем и поставим еще три двери. Наверняка. Мы еще возьмем сейф, скорее всего. И мы еще этот сейф положим в сейф. Который положим в сейф. Который поставим еще под тремя дверями, которые можно войти только через смерть. Умер и вошел. Но нет. Мы очень сильно будем это хранить. Больше всего, скорее всего. Потому что это как бы важно для нас. Но смотрите, что здесь говорит в притчах. Больше всего хранимого. Храни свое сердце. Потому что оно источник жизни. То есть Иисус и Соломон говорят, что если у тебя есть один миллион долларов, и ты их хорошо хранишь, храни свое сердце больше, чем ты бы хранил, лучше, чем ты бы хранил свой миллион долларов. Как часто, когда мы серфим в интернете, мы забываем, что нужно закрыть дверь своего сердца, чтобы туда ничего не попадало. Ну, никакие воры, разбойники. Как часто, когда мы общаемся с кем-то, мы позволяем двери быть открытой, для того, чтобы попала клевета, или сплетня, или осуждение. Но давайте вспомним, что мы делаем, когда у нас дома лежит один миллион долларов на столе. И мы вдруг решили пойти с кем-то пообщаться. Мы закрываем двери. Потому что это имеет значение. Но больше этого нам нужно хранить свое сердце. Иисус говорит о важности хранить сердце больше, чем что-либо. Это имеет большое значение. Давайте кое-что посмотрим. Давайте представим, что сердце, с чем его можно было бы сравнить. Я бы сердце сравнил с губкой. С губкой. Вот есть губка. И это наше сердце. Ну, по факту. Вот представим, что это наше сердце. Как прообраз. И вот это сердце сейчас абсолютно, ну, как бы сухое. Оно пустое. И вот что произойдет. Если мы губку окунем в воду, то, в принципе, губка не потеряет свой вид. Ну, она будет такой же. Ну, кто-то, может быть, заметит, что она немножко протекает. Но нет, она все еще та же. Как бы, видим, их нету отличия. Она все еще такая же. Но вот стоит только на нее надавить, вот чуть-чуть. И от избытка сердца уже говорят уста. Смотрите, что происходит. Та информация, которая проходит сквозь нас. Наше сердце подобно губке. То, что мы впитываем ежедневно. То, что мы поглощаем. В результате того, как мы это поглощаем, в момент кризиса или сложностей, или в повседневной жизни, наше сердце выдает нам ту информацию, которую мы с вами поглощаем. То есть, по сути, сердце – это некая губка, которая впитывает в себя либо зло, либо добро. Оно впитывает в себя. И потом, в определенный момент, когда мы с кем-то встречаемся, то мы вдруг почему-то начинаем кого-то осуждать. Или начинаем клеветать на кого-то. Или в момент кризиса мы почему-то начинаем бояться. Очень странно. Почему? Это очень странно. Почему? Господи, измени меня. Я так хочу больше не клеветать. Я не хочу бояться больше. Господи, наша молитва. Пожалуйста, измени меня. И потом мы помолились и идем, и что-нибудь делаем, не знаю, заходим в интернет, я не против интернета, но давайте подумаем о том, где иногда люди бывают в интернете. Или заходит телевизор, или что еще там, люди какие-то, и вот мы как бы помолились, Господи, измени меня, и Господь говорит, окей. И вот мы вышли, и теперь мы уже помолились, и мы идем на встречу, и тут на встрече мы слышим старый разговор о нашем старом добром друге. Да он, такой ужасный человек. И вот протекает, вдруг что-то начинает течь. Почему? Мы же молились, почему Бог не слышит наши молитвы, чтобы изменить сердце? Все очень просто. Больше всего хранимого храни свое сердце. Это важно, потому что Бог, Он не против, чтобы мы не грешили. Но Он сказал нам, что нам важно хранить свое сердце, потому что это подобно этой губке. Вот она долгое время не может быть, то есть сердце подобно сосуду, оно не может долгое время быть пустым. То есть по-любому кто-то, это Иисус, кстати, вот Он приходит и вытирает за нами следы потом, когда мы нагрешили, помогает, избавляет нас. Спасибо, Иисус. Но вот что, но вот что. И оно не может быть долгое время пустым. По-любому приходит момент, когда мы начинаем его чем-то заполнять. И мы начинаем его заполнять чем-то, вот что мы выбираем для себя. Есть одно место, и я закончу на этом. Одно место из Писания, которое мне очень важно, чтобы оно здесь прозвучало. Это Иоанн пишет к церкви. Он пишет вот что. Если мы посмотрим на это место, мы можем кое-что с вами здесь увидеть. Иоанн пишет о том, что юноша, вы сильны, потому что в вас Слово Божье. И благодаря этому вы победили Лукавого. Поставь пока. Потом протрем. Спасибо. Я еще не закончил с губкой. Есть еще кое-что очень важное. Здесь он говорит о том, что «Вас Слово Божье, и вы победили Лукавого». Попробуйте понять эту взаимосвязь. «Вас Слово Божье, и вы победили Лукавого». Здесь говорится о том, что Слово Божье находится в нас. То есть оно может находиться в нас. Или другими словами, Слово Божье может в нас жить. И когда оно в нас живет, это отличается от того, когда Слово Божье в нас временно пребывает. Это две разные вещи. Что такое Слово, которое временно пребывает в нас? Это когда мы утром прочитали Библию, получили какое-то откровение, или что-то интересное, мысль, записали ее, положили Библию, и ушли делами своими заниматься. Итак, Слово пробыло в нас от силы полдня. Ну или 10 минут. Ну или день. Это прям вообще будет классно. На следующий день ты просыпаешься и делаешь то же самое, и даже не помнишь о том, что прочитал вчера. Но это называется «временно пребывает». Такое происходит у некоторых людей. Что такое Слово, которое живет в нас? Это откровение, которое ты прочитал тем же утром, и ты получил для себя Слово. Ты его читаешь, 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 читаешь. Ты утром почитал. Потом ты идешь в метро садишься. И знаете, что происходит в метро? Ты продолжаешь слушать или читать Слово Божье. Потом ты приходишь на свою работу. У тебя нет времени сейчас читать или слушать. Ты должен работать, но при этом ты все еще размышляешь над тем, что ты получил. И ты получаешь откровение. Постоянно что-то происходит в твоем сердце. Ты не отвлекаешься на что-то еще, потому что ты постоянно размышляешь об этом. И вот, когда ты поразмышлял, у тебя есть время, чтобы покушать, пообедать. Ты можешь выполнить какую-то работу, кому-то написать. Но у тебя еще остается пять минут. Ты заходишь, и ты продолжаешь наполняться Словом Божьим. Ты его читаешь. И вот в результате всего этого Слово вдруг начинает в тебя входить. И начинает в тебе пребывать. И начинает в тебе оставаться. Потому что ты регулярно не размешиваешь его чем-то еще. Оно постоянно в тебе концентрируется. И постоянно начинает что-то производить в твоем сердце. И потом приходит удивительный момент. Удивительный момент происходит потом. Когда у тебя нету... То есть, когда у тебя некая такая детоксикация произошла твоей информации. То есть, у тебя отсутствует неправильная информация. Ты ее не смотришь где-то... Короче, не занимаешься ерундой информационной. Но ты постоянно пропитываешься Словом Божьим. Происходят удивительные вещи. Прям удивительные вещи. Вдруг ты начинаешь просто уже на третий-четвертый день чувствовать, что твое сердце постоянно говорит Писанием. Ты с кем-то встречаешься. Кто-то тебе что-то хочет рассказать. А в твоем сердце уже есть Слово. И ты начинаешь это Слово говорить. Вдруг приходит какая-то трудность. И у тебя почему-то нет страха. Вместо страха твое сердце вдруг выдает веру. Почему? Вдруг происходит что-то удивительное. Ты перестаешь клеветать. Потому что твое сердце выдает Слово Божье. Когда дьявол приходит, чтобы искушать тебя, вдруг твое сердце начинает говорить с ним Словом Божьим. И вот я крещу сейчас, как православный священник. Обряд крещения. Отпеваю грехи. Но суть. Суть вот в чем. Что наше сердце является важным источником. И если в нем живет Слово Божье, тогда дьявол или лукавый, он не может нас победить. Он не может дать нам страх. Потому что в нашем сердце присутствует вера. Из-за Слова Божьего. Он не может разлучить нас с друзьями. Потому что в нашем сердце пребывает Слово Божье. Которое говорит прощайте, любите, благословляйте. Он не может поставить нам палки в колеса. Потому что наше сердце постоянно генерирует Божье Слово. Из-за того, что Слово Божье живет в нас. Как можно сломать человека, который пропитан Словом Божьим? Как можно выдавить из человека... Где эта губка? Как можно из человека выдавить что-то плохое, если он пропитан хорошим? Поэтому Библия говорит, что доброе дерево познается по добрым плодам. А плохое дерево познается по плохим плодам. Мы не можем выдавить из плохого человека хорошее. Ну, можем, но в долгосрочной перспективе скорее нет. И так же мы не можем из хорошего человека выдавить плохое, который пропитан Словом Божьим. Я все. Можно прославление? Мы помолимся сейчас. Вот чем суть. Суть заключается в следующем. Что если мы хотим жить победоносной жизнью, нам важно обратиться к тому, что пропитывает нас, наше сердце. Что находится в нашем сердце. Нам очень важно пересмотреть то, что мы смотрим, и то, чем мы наполняем свое сердце. Очень важно пересмотреть то, на что мы обращаем внимание. То, на что мы обращаем внимание, и что, как часто, или насколько Слово Божье живет в нас. Вот чем суть. Нам важно обратить внимание на то, живет ли в нас Слово Божье. И если не живет, тогда стоит осознать одну очень важную вещь. Самое важное, самое сильное, чем мы можем хранить в своем сердце, это, конечно же, обратить внимание и пропитываться Словом Божьим. Вот есть кое-что очень важное. Я много говорю про паспорт Дима, потому что для меня он большой пример всего. Особенно в духовном плане, в жизни. Когда мы жили вместе, они наши родители, кто не знает, мы жили вместе, когда мы переехали сюда, какое-то время мы жили вместе. Снимали квартиру на двоих. Перед тем, как мы потом поехали снимать свою квартиру. И так все равно мы сейчас в одном доме живем. Ну, в общем, не важно, не суть. Пути Господни. Вот с чего начинался мой день. Я просыпаюсь и слышу Евангелие от Иоанна. Глава шестая, стих первый. И пошел Господь. Ты открываешь глаза, а Библия на весь дом. Евангелие от Матфея. И она на протяжении всего дня, просто как бы в такфоновом рабочем режиме. Ты ешь Евангелие от Луки, идешь в туалет, там послание от Иакова. Ну, знаете, ты как бы окружен с тем, что ты пропитываешься Словом Божьим. И я вам скажу, что с того момента я полюбил слушать Библию. То есть раньше она для меня была немножко как бы скучной, ну, немножко, она была очень скучная, потому что ее как бы слушать было очень тяжело. Когда ты осознаешь, то есть когда ты смотришь на это, не как на то, что должно приносить тебе удовольствие от прослушивания, а как на то, что принесет тебе, как бы сохранит тебя от зла, ты совсем по-другому смотришь на это. Ты начинаешь ее слушать, потому что тебе это начинает нравиться, потому что ты осознаешь смысл того, что ты сейчас делаешь. И поэтому Библию можно слушать, ее можно читать, и ей важно постоянно наполняться. Я вам рекомендую просто попробовать сделать все, чтобы в вашем доме, в вашем сердце жило Слово Божье, потому что это сохранит вас от множества зла, и это поможет вам приобретать больше побед в своей жизни. Аминь. Давайте помолимся. Отец, вот наша молитва, мы просим тебя, пусть Твое Слово живет в нас. Мы просим тебя, пусть Библия оживет в жизни кого-то, кто ее уже оставил на пыльной полке. Мы молимся, пусть Слово Твое, оно начнет жить в каждом из нас, и пусть это принесет победу нашим жизням, нашим, в наше обстоятельство. Пусть Твое Слово начнет говорить в нас, действовать через нас, пусть Твой Дух через Слово начнет открывать нам Тебя больше, открывать нам принципы Твоего Царства. Я молюсь, пусть в каждом из нас живет Твое Слово, пусть оно станет самым большим и важным по по приоритетам, что мы храним. Пусть мы будем хранить Его больше всего наше сердце на свете во имя Иисуса Христа. И спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты дал нам Слово и возможность пребывать в Твоем Слове, возможность пребывать в Тебе, возможность знать Тебя через Твое Слово. Спасибо Тебе, что Библия это не просто старая книга, это Слово Твое на каждый день, на каждую ситуацию. Во имя Иисуса сохрани нас, защити нас и оживи в нас Твое Слово и любовь к Твоему Слову. Оживи это в нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу! Найди два или три человека и, пожалуйста, скажите, пусть во мне живет Слово Божье. Вы знаете, когда пастор Валерий говорил, я видел видение. И помните эту притчу, что сейдель, он постоянно сеет Слово, да? И я вот видел, что такие стоят дубы, которые можно давать сто лет, огромные дубы. То есть получается, вот что значит пребывает или временно? Получается, вот мы чем чаще позволяем семени падать в нас, какой-то птицы выклюют, какой-то будет задушено, которая будет выжжена, а какой-то останется, и оно навсегда останется с нами. Это как те дубы, которые живут даже, вернее, растут дольше, чем люди живут некоторые. То есть, и вот получается, ну, не все семена, да, дают сходы, не все, поэтому нужно бросать, бросать, это видение очень интересное, как бы это стимул такой для нас, бросай, 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 семена, какие-то даже потеряются, но другие останутся навсегда внутри тебя, и потом всегда они будут укрывать тебя в тени этой большой кроны. Слава Иисусу!